всем привет не знаю короткое или не короткое видео но наверное будет кому-то полезным меня зовут павел вы на канале gadget money я сейчас вам расскажу в какую ситуацию я попал спрашивая смартфон xiaomi mi5 это новое видео я начинаю поехали краткая предыстория вот я сижу за компьютером не обращайте внимание на бардак и собственно просто вам поведаю как быстро выйти из той ситуации в которую попал я буквально сутки назад я решил почему бы мне не соответственно не обновить точнее перепрошить xiaomi mi5 и не рассказать своим подписчикам каково это пользоваться голым андроидом на примере мода который портирован с пикселя на основе андроида 8 1.0 и собственно благополучно все это сделал как это делается есть куча инструкций в интернете в основном это разблокировка загрузчика потом установка кастом нового рекавери и соответственно после этого уже непосредственно установка самого мода то есть самой прошивки есть пара нюансов там должна быть определенная версия firmware то есть версия прошивальщика как я понимаю да если я ошибаюсь то поправьте меня в комментариях в общем смысл в том что может быть запилю инструкцию может быть нет но спустя сутки я установил эту прошивку все работает мне очень понравилась работа этой прошивки будет отдельное видео потому что сейчас я буду делать это все заново и скорее всего записывать на видео но проблема вся в том что сегодня решил зайти в тврп рекавери и соответственно сделать бэкап прошивки на всякий случай я всегда делаю бэкапы когда уже установил все приложения настроил систему под себя ну в общем то ситуация сложилась следующая захожу я в тврп рекавери она туда заходит и просит пароль я ввожу пароль который у меня установлен на телефоне это четырехзначные символы как бы цифры после того как я это сделал соответственно телефон начал что-то делать и скорее всего он как-то может быть что-то стер может быть что-то не стирал но скорее всего ничего не произошло я немножко скажем так расстроился для того чтобы остановить всю эту беду я ну да соглашусь может быть в какой-то степени дурак но многие из вас попадают на это просто автоматически нажимаете клавишу выключения держите ее там секунд 15 и думаете что телефон перезагрузится как это обычно бывает выходя из всех режимов фазбута рекавери кастом на река без разницы но не тут то было телефон выключился и просто не стал ни на что реагировать то есть тупо ни на что не на ни на одну кнопку не на зарядку не на подключение к компьютеру но я подумал ну все в принципе доигрался телефон убился начал это все дело активно гуглить и в общем то пришел к выводу что надо смотреть инструкцию о раскирпичивание данной модели телефона на форме фопада есть пару инструкций там надо разбирать телефон все это дело делать но я пошел по пути наименьшего сопротивления перед тем как разбирать телефон заказывать какие-то инженерные кабели для перепрошивки что-то там замыкать это все интересно и увлекательно но я решил сначала все-таки попытаться его подключить к компьютеру я подключил компьютеру он не определился как телефон он определился как определенный сейчас будет скриншотик такой как определенный как я понял как определенное устройство то есть в определенном режиме вот эти буквы едс если я не ошибаюсь ну и собственно под этим режимом как говорится его пытаются и добиваются все потом прошивают непосредственно прошивку через mi flash это делается все просто прошивка скачивается скачивается mi flash все это распаковывается ну и собственно прошивается занимает это 5-10 минут но спустя скажем так несколько минут там спустя 15 минут телефон прошился программа показала что он что прошивка благоволучно залита и установлена на телефон но телефон соответственно не реагирует опять же не продолжает не реагировать нет никаких вот здесь вот обычный индикатор есть он такого знаете либо красного либо соответственно зеленого цвета зависимости от статуса зарядки или передачи файлов или подключения к компьютеру ну в общем то он продолжал дальше не реагировать ни на какие кнопки но я думал ладно может быть я что-то сделал не так потому что по инструкциям которые есть в интернете на том же форуме надо длительно зажать кнопку включения соответственно питания буквально там на полминуты и после этого он у вас должен включиться но не тут то было я это сделал несколько раз может быть в течение там получаса я жал эту кнопку ничего не происходило я подумал окей я наверное что-то сделал не так как-то криво установил прошивку указал какой-то кривой путь или еще что-то сделал и вот так вот я прошивку переустанавливал несколько раз и тут я начал гуглить начал гуглить и соответственно нашел пару интересных статей на форумах причем это форумы нефу нефу пдашные и там получилась такая ситуация соответственно человек обратился к другому человеку говорит ну вообще ничего не помогает то есть согласно инструкциям действовал раскирпичил не 5 но ничего не происходило вообще никакой реакции то есть прошивка устанавливается и все и даже люди ходили в сервисные центры и при этом им сказали что отмерла материнская плата но нашелся один грубо говоря скажем так просто советчик интернетовский как это бывает часто который просто сказал друзья если вы на телефоне если вас залилась прошивка и телефон не реагирует на включение никакими кнопками вы просто на более чем минуту зажимаете все три кнопки то есть клавишу включения клавишу регулировки громкости одновременно то есть вам надо тремя пальцами все это дело зажать зажать и держать то есть соответственно получается что держите больше минуты одновременно три клавиши и вы выходите из режима этого и ds вот это вот режима который не выходит при просто задержать задержки кнопки включения я думаю что вот такая вот инструкция может быть это долго может быть предусловие не надо было так рассказывать но все-таки мало ли кто-то если столкнулся с проблемой не включение телефона после того как вы его благополучно прошили потому что достаточно если у вас сейчас я открою не то откроем и flash то есть соответственно это вот выглядит вот таким вот образом если здесь у вас отображается девайс точнее отображается ком порт которому подключен ваш девайс и у вас благополучно при нажатии кнопки flash благополучно все это дело здесь только clear all надо поставить то есть автоматически все это дело открыть точнее очистить если вы перепрошиваете и у вас телефон не включается вы просто не может телефон не может выйти с этого режима его спасибо тому человеку огромное спасибо я не знаю как его зовут как бы он просто может быть от балды сказал может быть и 10 нас знал как бы но я нигде не столкнулся с видосом выхода с этого системы что у всех почему-то надо разбирать у всех надо замыкать там определенную определенные места на плате как бы ну блин друзья если у вас автоматически подключается и не и определяется как вот в этом режиме 9008 как бы 9008 и вы благополучно прошиваете в общем вы смело можете просто зажимать одновременно качельку регулировки громкости вверх вниз и одновременно клавишу питания держать это больше минуты я держал может быть полторы минуты и после этого телефон благополучно соответственно включился прошивка вся первоначальная настройка произошла и собственно он готов к работе сейчас я буду делать устанавливать непосредственно порт от пикселя на android 81 подписывайтесь совсем скоро выйду действительно с качественным контентом покажу вам кое-что интересное пока пока всего доброго кстати забыл сказать колокольчик нажмите там все дела 9 минут а а и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok